Новые задачи Bittrex 24. Мы активно развиваем этот инструмент. 27 миллионов задач выполнено на Bittrex 24. И этот инструментарий долгое время был самым популярным, пока его не обогнала CRM. Если смотреть по популярности, то CRM сегодня вырвалась на первое место. Но мы хотим поправить эту ситуацию. Мы хотим, чтобы задачи отвоевали свое место. И для этого выпускаем большое обновление. Мы его анонсировали, но по нему возникли некоторые задержки. Поэтому мы решили, что сейчас, когда мы полностью это все представим в законченном виде, мы можем вам еще раз рассказать и подробно показать, как это будет устроено. Приступая к обновлению этого функционала, мы исходили из двух постулатов, что есть два типа пользователей, которые работают с задачами. Это обычные пользователи, которые ставят задачи сами на себя, ставят задачи на каких-то подчиненных. И есть профессиональные пользователи, которые используют большой спектр возможностей внутри задач. И мы решили разделить эти интерфейсы в рамках одного типа задач. Тут вопрос даже не в том, что разделить. Внутри одной организации живут и эксперты с высочайшими требованиями к задаче, и обычные люди, для которых сложная форма выглядит фантастически пугающей. И если сделать удовлетворенность одной группы, то мы не сможем обеспечить нормальную работу второй. Это самая важная задача, которую нужно было реализовать. Мы выпускаем задачи, которые позволяют решить потребности обоих групп. Первоначально создаем задачу прямо в списке, либо сами себе, либо тем, кто будет с этим работать. Мы создали задачу, указали ответственно, а задача создана. Также мы можем создать задачу и из нового интерфейса. Вот эта форма, простая задача, простая форма постановки задачи, которая достаточно обычным пользователям. Ответственный и когда сделать? Либо на себя, если человек ставит себе. Обратите внимание, это важная задача. Мы упрощаем систему рейтингов, важности задач. У нас обычные и есть теперь просто важные задачи. Все, на самом деле этого достаточно, чтобы задача появилась. И этот сценарий очень легко подходит обычным пользователям. Не нужно деталей, не нужно сложностей. Все всегда под рукой. Таким же простым методом вы можете использовать и более экспертный режим. Перейти в экспертный режим из обычного интерфейса. Все, подготовили саму задачу. Начинаем. И на новом день можно будет вставить картинки прямо в саму тело задачи. Да, это часть доработана. По задаче стало с этим удобней. Ответственные постановщики, наблюдатели, соисполнители. Одного клика достаточно, чтобы настроить и выбрать. Соисполнители, крайние сроки, планирование сроков, регулярные задачи, контроль задач. Масса других элементов, которые нужны экспертам, которые задачами пользуются. В том числе целый блок про дополнительно. Проект, учет рабочего времени, напоминания. На самом деле всего не перечислишь. Но в рамках подготовки этой задачи человек, выбирая те или иные настройки, отмечает для себя иголкой те параметры, которые для него важны. Вот, собственно, однажды отметив, например, я пользуюсь проектами, я закрепляю это в своей простой форме. Я пользуюсь, например, соисполнителями чаще всего. Таким образом, каждый человек может настроить под себя задачи и сделать их удобными уже для экспертной работы. Причем эксперты, они же тоже разные. Кто-то в проектных группах работает, кто-то работает в рамках компании. Таким образом, новый инструментарий, новый интерфейс, простой, удобный и соответствующий двум группам, для которых он создан. Ну и не буду сейчас перечислять, очень много деталей, мелочей, на которые мы обращали внимание, с уведомлениями. Уведомления, которые можно ставить любому участнику задачи, по-моему, даже не только участникам. Появился экспертный режим. Экспертный режим в задачах – это когда у вас очень много объема задач, которые попадают в вашу живую ленту. В определенный момент времени вам предложат убрать эти задачи из живой ленты, чтобы она не замусорила ваше общение. Очень яркий пример. Веб-студия. У некоторых сотрудников внутри компании живая лента заполнялась задачами так, что работать с живой лентой становилось сложно. И мы сделали автоматику, которая смотрит, и если больше 30% сообщений живой ленты являются задачами, она автоматически переключит вас в экспертный режим, с задачами вы будете продолжать работать в задачах, а живая лента продолжит работу, как обычная живая лента, чтобы вы могли продолжить коммуникации, не терять важные сообщения, которые происходят в группе. Система подскажет, где спрятана эта настройка, и если вам не понравится этот экспертный режим, вы сможете его отключить. Очень простой, очень действенный вариант. Мы обязательно завершим задачи вместе с e-mail'ами. Мы анонсировали в прошлый раз, не будем сейчас детально на этом останавливаться. То есть возможность работать с задачами и ставить задачи пользователям, которые находятся на электронной почте, либо работают в других Bittrex24. Обязательно, без этого было бы очень сложно выпустить, мы выпускаем мобильные задачи. Интерфейс мобильных задач был полностью переделан. К вам приходит пуш-уведомление, это очень давно ждали. Вы переходите в задачу, появился чек-лист, и вы можете работать полностью с чек-листом в рамках задач. Можете отмечать необходимые выполненные действия. Можно добавлять файлы к задачам, выбирать наблюдателей со исполнителей, комментировать задачи. Один из вариантов, которым используют задачи на мобильных устройствах, это создание регулярных задач с чек-листом. Как, например, один из наших клиентов создает чек-лист про проверки работоспособности ресторана. Перед ходом чисто чек-лист отметили элемент, здесь все правильно, здесь все правильно. Дальше проверили весь чек-лист. На следующий день задача восстанавливается. Устанавливается ответственный сотрудник, и дальше с ней работает уже ответственный человек. В уведомление попадают все промежуточные этапы, изменился полностью интерфейс гряда, списка задач. Уже прошел ролик, или еще будет один? Есть еще один ролик, который показывает, что мало того, что он изменился, его очень легко можно настраивать, выводя те или иные поля, которые важны для этого клиента или для этого сотрудника внутри компании. Вы можете изменять свои действия, которые будут происходить внутри вашего списка. В данном случае показано, как добавить задачу в избранное, как завершить задачу. Но и таким же простым способом можно и создать новую задачу. Переходим в создание. Здесь еще изменение списка. Здесь настройка списка, и что будет выводиться непосредственно в рамках самого списка. Попадаем в новую задачу, начинаем ее создание. Пока идет постановка, я вообще отмечу, что задачи, наверное, во многом нуждались в том, чтобы у них появился функциональный мобильный интерфейс. Потому что не хватало предыдущих версий, они были достаточно устаревшие, это мешало людям коммуницировать и ставить задачу между проектами, то есть между мобильными устройствами, между десктоп-устройствами. Существовала некоторая грань. Сейчас мы считаем, что эту грань мы полностью закрываем. Полнофункциональные мобильные задачи, которые поддерживают нашу систему нотификаций, счетчиков, делаю, помогаю, поручил, наблюдаю и так далее. Таким образом, мы полностью обновляем весь блок с задачами и в вебе, и на мобильных устройствах, вводим экспертный режим и обновляем мобильные задачи. Персональный форум.